Добрый день друзья! Я вам уже рассказывал о магазине NEMO в Воронеже. И вот сегодня мы снова с вами идем в магазин NEMO. Сегодня я иду сюда чтобы показать вам как у них оформлены аквариумы. Им очень интересно оформлены аквариумы. И также я хочу купить здесь в Кетру Куонга, которой мне не хватает для моего полиодариума. Вот такое красивое дерево в магазине NEMO. Очень красивый скейп. Вот такой замечательный тропический остров. Меня все ругают за страшные картинки на моем канале. Вот он красивые картинки. Да и меня спрашивали можно ли использовать в аквариумах уголь в качестве грунта. Я у себя в аквариумах использовал в качестве декора бурый уголь. Глыбы бурого угля. А вот здесь вот использую антрацит. Уголь антрацит. Фракция орешек. Вот так он смотрится в аквариуме. Так что в аквариуме вполне можно использовать уголь в качестве грунта. И смотрится это довольно симпатично. А вот аквариум в стиле Миши Горяева. Сумрачный лес с самхами. Надеюсь все помнят сумрачный лес Миши Горяева. Вот очень хороший Миши Горяева. Стенки за расти мхом. Буцефаландры. И вот одна вот сухоландра даже цветет. Ну и рыбки соответствующие. Мелкие радужницы. Мок привязанный на лаве. Все как вы любите. Очень красивая слегка заросшая коряга. Смотрится изумительно в этом аквариуме. Гиграфила. А вот такой аквариум с лавой. И грунт. Кварц. Похоже. Вот здесь целый ряд аквариумов с самхом привязанным на лаву. И весь этот мух на лаве. можно купить в магазине на Утильс. Все это продается. Муха есть разная. Есть и креветки здесь. Можно купить хороших креветок. Вот такие увлеченные ребята работают в этом магазине. Как видите у них очень хорошо формированные аквариумы. Заходите посмотреть. Заходите купить рыбок, креветок. Купить растения для своих аквариумов. Здесь есть много чего очень интересного. Так вот выглядит магазин. Ребята стесняются. Сниматься не хотят. Но у них есть сайт ВКонтакте. Я вам дам адрес этого магазина ВКонтакте. Посмотрите под роликом. Можете связаться с этими ребятами. Вот так вот применяются здесь крупные камни. Очень много аквариумов. Очень много рыбок. Самых различных растений. Анубиусы. Еще какие-то экзотические растения. Анубиусы самые разные. Бутифаландры. И вот такая крупная бутифаландра есть. Можешь повторить? Редмини, шайный блю и зеленая широколистая. Спасибо. Сейчас, секунду. Смотрите. Вот такой интересный англос. Вот такой интересный англос. Ну, тут немножко темно дурился. Еще одно вот такое дерево. Это дерево не продается? Полторы тысячи. Полторы тысячи можно купить. Анубиус хвостефолия. Пиво. Это спирт. Обрабатываем стекло. Так что не думайте. Это будет самп. Ребята сами лепят аквариумы, сами лепят сайт. Сампы. Самп маленький, потому что будет стоять на аквариуме вверху. То есть, как бы это вообще-то по идее неправильная конструкция, немного. Но самп, как сказать, в классическом восприятии, что он делается не так. Он шире, глубже, меньше отсеков. То есть, их как бы столько не надо. Но, чтобы, как сказать, биофильтрации было больше, пришлось вот его делать более, как скажем так, больше отсеков. Потому что, ну, как сказать, выше-шире не поместится. Пришлось сделать длиннее. Будет стоять на аквариуме сверху. Ну, я сам сейчас заказал такой санп. Мне сделали такой санп для трехсотки. Но я вот смотрю, отсеков, наверное, многовато здесь. Есть ли смысл делать столько много отсеков? У меня, в принципе, только три отсека. Это входной, выходной и один сплошной отсек. А вот это слишком мало. Входной, выходной. На входном там что? Там губка получается? Ну, на входном губка. Просто пустой с помпой. Это как бы немного неправильно. Их должно быть как минимум три для наполнителя. То есть, первый наполнитель на механику. Ну, там, как чулок вешают и губки. Второй, что-то типа, ну, какой-то бионаполнитель. Там, типа, кольца керамические. Или мы вот лаву используем. Вот. Третий будет. Ну, не то, что будет, а как оно должно быть. Третий должен быть. Это кипящий слой, типа биошаров, чего-то такого. с посвященным компрессором изнутри, чтобы это все бурлило. Вот. Но, как бы, больше не меньше. Пять отсеков, если даже мы, ну, к примеру, там, один губки, два лава, два биошары, хуже не будет. Чем больше бионаполнителя, тем больше, скажем так, места для полезных бактерий, тем лучше биофильтрация. Люди, все мы люди-аквариумисты, все привыкли к бардаку. Вот. Это сам пустой. Ну, как бы, тут только он работает только на механику. Только губки запущены. То, о чем я говорил, три отсека. Ну, то есть три отсека с наполнением. Вот это получается механическая чистка. Здесь будет лава полностью. То есть внизу более крупная фракция, чтобы не забивалась. Вверху помельче. Здесь будет биошары. Ну, кстати, можно выйти из положения. Вот. Режут гофру мелко. В принципе, работают практически как биошары. Да, это был такой ролик. И вот этот компрессор, просто надо будет помощнее поставить компрессор, чтобы это все делал. Там перемешивалось. Кипящий слой. Да, кипящий слой. Как это точно работает, не знаю. Но все, кто делает сам паклеи, заявляют, что во время вот этого перемешивания, сталкивания, создаются более хорошие условия для нитрифицирующих бактерий. То есть, ну, вот такая вот система. Это под 430 литров. Понятно, спасибо. Сам угол 100. Да? 120 или 90. 90, да. 90 литров сам. Есть в этом магазине миристемные растения. Игорь, пару слов о миристеме. Да. Пришли миристемные растения. Вообще, что такое миристемные растения? Это растения, с которыми практически нет шансов занести какого-то водоросла в аквариум. Почему? Потому что они, ну, грубо говоря, растения выращены в пробирке. Вот. Практически из одной клетки восстановлены растения целиком. Все части, стебель, корни, то есть все остальное выращивается в стерильных условиях. Но в грунте очень хорошо разрастается. У нас вот здесь вот, вот эта почва-покровка, это мы из миристемы высаживаем, из миристемные растения. Вход пошла буквально через неделю, стартанула и прекрасно себя чувствует. Вот. Это значит, что у нас? Монте-Карло. Вот. Это... Так. Кардамин лирата. Вот он, вот это вот. Это вот название постоянно из головы вылетает. Сейчас все помню. Редкое, кстати, растение. Лагинандра миебольди. Вот это вот растение. Ароидные растения. Я вот, насколько знаю, я где-то года полтора назад, когда просто еще занимался акварионистикой вне магазина, пытался найти, нашел только у одного человека в Воронеже. И причем ценник был 500 рублей за кустик, за один. Ну и у вас какие цены? Вот это... Вот этот весь контейнер стоит 500 рублей, но здесь кустов 2, 3, 4, 5, 6. Ну да, этот контейнер разрастется быстро и очень обильно. Вот. Это, значит, перистолистник мотогровский и микран там малоцветковый. А еще криптокарина парва. Самая маленькая из криптокарин. 5-6 сантиметров взрослое растение. Ну, тоже, кстати, достаточно много там пустов, корней видно. То есть, когда рассадить хватит. Это та криптокарина, которую высаживал сейчас Виталий из Green Art Moscow. Наверное, не видел последнее видео. Делал из него бикусы. Вот. Кстати, Виталий из Green Art Moscow. Вот Анубиасы появились. Его любимые. Наноапетит, который он там в каждом видео у себя пиарит. Так что тоже есть. Наноапетит, нано-бонсай, минима, хастефолия. Ну, еще несколько видов Анубиасов. Так что все есть. Друзья, ну вы видите, ребята следят за интернетом, следят за новинками. И у них есть много чего интересного. Приходите, покупайте. Здесь вам всегда будут рады. Приходите. С наступающим. Всех с наступающим. Всем спасибо за внимание.